Всем привет! С вами Стас Кобальт, канал Стас Кобальт. Хотел поделиться своими впечатлениями, своими какими-то эмоциями после просмотра Тор Рагнарёк, третье число. Сейчас сходил на него. Но сходить вам или нет, я скажу в конце. Фильм такой хороший. В общем, фильм-комедия. Если вы идёте на серьёзный фильм, приготовьтесь, что это будет всё-таки комедия. Поэтому я говорю, что мне фильм сильно не зашёл. Сходил бы я на него и за 100 рублей, но пошёл за 350 рублей. Пришлось из-за того, что во многих кинотеатрах показывали суперфильм Матильда и Тор был отменён. Поэтому пришлось идти в Ваймакс. Ну, за 350, ладно, сходил. В общем, короче говоря, фильм не очень. Почему? Потому что, ну, Тор первый был лучше. Тор был первый лучше, я так считаю. Всё-таки как-то он был посерьёзней. Этот фильм сплошная комедия, весь зал смеялся, я ещё ехал домой смеялся, Асгард разрушен благодаря Тору. Я вообще смеялся, до сих пор вот смех меня тянет. Поэтому я говорю, что фильм можно, конечно, сходить, но не тратить на него много денег, 100-200 рублей от силы. Вот, поэтому я говорю, я бы не пошёл, посмотрел бы его дома, вот даже. Актёрская работа на высоте, Мэтта Дэймона они там подключили, подключили, Джефф Голблум там снимался, Локи, Халк, все на высоте. Доктор Стрэндж зачем-то там появился в этом фильме, тоже непонятно. Вот, поэтому, ну, такой вот фильм получился, как говорится, что-то не очень. Ну, режиссёр малоизвестный, за ним мало проектов стояло. Я тогда прогнозировал, вот, 25-го числа, можете даже посмотреть. Поэтому я говорю, что фильм такой вот посредственный получился. Ну, комедийный, если вам нравятся Стражи Галактики, первая, вторая часть, то тогда, да, стоит сходить. Если не нравится, тогда не идите. Вот, поэтому я говорю, что от меня, как бы, оценка 7 баллов, и то с натяжкой. Вот, поэтому я говорю, можно даже не идти. Ну, не более 100-200 рублей на него потратить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы захотите знать, как бы, точную информацию по фильмам. Да и не только там по фильмам. И сколько денег надо тратить на этом канале, я точные вам, как бы, цифры, точные данные говорю. Поэтому, если что, подписывайтесь. Буду говорить на Лигу Справедливости и давать на нее прогноз. Все, до следующего видео. С вами был Кобальт. Всего доброго.